Всё ясно. Это дозиметр для измерения уровня радиации. Ой, так здесь опасно? Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Дианочку 1 плюс 1. Ну а перед началом, не забывайте, что под видосом надо будет поставить лайки и написать комментарии. Вот такие дела, ну и погнали! Теперь пошли. Уверен, что мы здесь точно найдём что-то. Ужасное промелькнуло в голове, но я тут же отмёл эту муссель. Всё будет хорошо. Похоже, у меня получилось убедить себя в этом. Я пошёл вперёд, а Диана не спеша последовала за мной. Сёма, смотри! Вот что я точно не ожидал увидеть в этом бесконечном тоннеле, так это дверь. Она была приоткрыта, а из проёма лился всё такой же холодный свет люминесцентных ламп. Интересно, что там? Тсс! Диана замерла, а я прислушался. Не знаю, что я ожидал услышать. Чьи-то голоса или шорох, но ответом была всё та же гнетущая тишина. Я приблизился к двери и заглянул в проём. Что там? Диана попыталась протиснуться между стеной и мной, но я её остановил. Погоди, пока непонятно. Так давай заглянём. Видимо, не только я боролся с непреодолимым желанием узнать, что внутри. Радует, что у нас с Дианой мысли сходятся. Хорошо, но я зайду первым. Девушка согласно кивнула и отошла в сторону, а я ухватился за ручку. Похоже, любопытство всегда побеждает страх. И здравый рассудок. Я медленно открываю дверь. Мы оказались в помещении, похожем на бомбоубежище. Только оборудование здесь отличалось. Один стол был завален химической посудой, другой был похож на фотолабораторию. Освещение было достаточно хорошее, а пол был отделан плиткой. Так, кто тут шароёбится, интересно. Я бы даже сказал, что тут уютно, по сравнению с мрачными тоннелями и бесконечными лабиринтами шахт. Но! Это же настоящая подземная лаборатория, чёрт возьми! Какого ляшего она здесь делает? Зачем это всё? Хотел бы я знать. Я подошёл к одному из столов и стал рассматривать содержимое. В химии я был не силён. А вот крошка с недопитым чаем сразу же привлекла моё внимание. Здесь точно кто-то был. Я поднял крошку над столом, чтобы показать Диане. Выглядит совершенно новой, как будто из неё пили совсем недавно. Да, тут вообще всё выглядит относительно новым. И правда, по сравнению с запалившейся техникой бомбоубежища, здесь многое выглядело свежим, как будто принесли недавно. Не всё. Реактивы вон какие древние. Диана указала на один из пузырьков с настолько ободранной этикеткой, что надпись на ней уже было невозможно прочитать. Взгляни-ка на это. Я кивнул на открытую консервную банку с надписью «Завтрак туриста», из которой торчала ложка. На её дни оставалось немного недоеденной говядины. Недолго думая о Диане, она схватила банку и понюхала содержимое. «Кислым не пахнет. Похоже, её открыли... открывали совсем недавно». «Думаешь, это был Шурик?» Девушка лишь пожала плечами. «А ты как считаешь?» Я призадумался. Мне кажется, он не смог бы организовать это всё сам. Да и зачем? Скорее всего, это тут уже было. «Но где же тогда самихазиева?» Я ещё раз окинул взглядом помещение и увидел вторую дверь в углу. Я подошёл к ней и негромко постучал. «Может, она открыта?» Я дёрнул за ручку, но дверь и не поддалась. Тогда я постучал ещё раз. Не похоже, чтобы кто-то запёрся внутри. Мне кажется, что это вроде подсобки. «Может, лучше пойдём? Здесь жутковато». «Погоди, не будем торопиться». «А чего ждать?» «Я хочу осмотреться повнимательнее». «И что мы здесь ещё не видели?» «Да, общая картина ясна, но я хочу поискать какие-то детали». «Знаешь, любая незначительная мелочь может оказаться важной». Девушка призадумалась. «Может, ты и прав. Это место выглядит уж слишком подозрительно». «Подозрительно». Диана не стала спорить. А я обвёл взглядом помещение, решая, с чего бы мне начать. Эммм... Знаете, вот... Мне почему-то сразу приглянулись шкафчики. Дверца шкафчика закрыта, а из замочной скважины торчит обломок стержня ключа. Да это же как нужно постараться, чтобы сломать ключ прямо в замке? Как практика показывает, этого весьма немного. Я думаю, что это сделали намеренно. Почему? Присмотрись, видишь, край стержня изогнут. И правда, скорее всего, ключ сперва сломали, а потом обломок вставили в замок. Но зачем? Чтобы никто другой не смог его открыть. Открыть, естественно. А ты тоже не сможешь? Кажется, Диане стала немного неловкой из-за этого вопроса. Я попробовал оценить ситуацию. Из замка торчало всего несколько миллиметров стержня. Охватиться будет непросто. Можно, конечно, попробовать подцепить ногтями. Я попытался это сделать, но металл легко выскользовал из пальцев. Увы, владелец хорошо постарался, чтобы его шкафчик никто не открыл. Я кинул взглядом помещение в поисках какого-нибудь инструмента, но ничего подходящего не увидел. Там же полибас где-нибудь пинца должен был бы быть. Может, стоит поискать в комоде? Давайте поищем. Этот комод явно служил столом для проявления и печати фотографий. Ящики забиты чем попало. Катушки, фотоплёнки, детали каких-то приборов, провода, платы. Однако я не нашёл ничего такого, что могло бы помочь открыть дверь со сломанным ключом. Думаю, половина этого добра могла бы пригодиться в клубе кибернетиков. Если Шурик здесь был, то точно убил несколько часов на ковыряние в этой сокровищнице. Неудивительно, что он пропал почти на сутки. Вот только... Где же сам Шурик? Так в комоде нихера нет. Хорошо. Шкаф наполовину пустой. Здесь хранится фотобумага, пластиковые лотки и ещё какие-то химикаты. На нижних полках лишь пустые коробки. Так, хорошо, второй. Я дёрнул ручку, но дверца оказалась закрыта на замок. Дверца этого шкафчика приоткрыта. Я заглянул внутрь. Шкафчик был забит каким-то непонятным для меня снаряжением. На верхних полках лежали чьи-то личные вещи и сменная одежда. Всё было скомканно и брошено как попало. Я уже потерял был интерес к этому барахлу, как тут заметил... ...какой-то прибор, торчащий из-под мятой спецодежды. Я приподнял край ткани и увидел маленький кассетный плеер. Я достал находку, чтобы рассмотреть её поближе. Да это же диктофон! Импортный! На корпусе красовалась надпись Sony, а внутри виднелась обычная магнитная кассета. Рабочий? Я нажал на кнопку воспроизведения. Аппарат зажужжал, а из динамика послышалось характерное шипение. Отмотай! Я выполнял просьбу Дианы и снова включал воспроизведение уже с начала кассета. Первые несколько секунд динамик прошипел, а потом послышался голос мужчины средних лет. Пятое апреля! Мы прибыли на место! Пока носили припасы и оборудование, я успел немного осмотреть совёнок. Мужчина сделал затяжку и выдохнул сигаретный дым. Уютный такой пионерлагерь, только находится у чёрта на рогах. Но Гена молодец, конечно! Гена? Я лишь пожал плечами. Бонкер! Мать его, за ногу! Реальный военный бонкер! Похоже, его построили в конце 60-х или начале 70-х. Некоторое оборудование хорошо сохранилось. Его можно будет использовать для исследований. Странно, но нет никаких следов прежних хозяев. Заглянул на главную местную... Блять! Глянул на главную местную достопримечательность. У меня уже есть кое-какие идеи, но сперва необходимо собрать данные. Да и чёртов генератор нужно отремонтировать, а то ничем хорошим это не закончится. Восьмое апреля. А ремонт генератора занял больше времени, чем я думал. Чёрт бы его побрал! Пока я возился, Серёга уже сделал несколько тестов. Нужно догонять. Так это не Александр ли с случаем, а? И потом их трансформировало в... Кибернетиков. Впереди много дел. Надеюсь, мы управимся до приезда пионеров. Внезапно диктофон прекратил жужжать. Что случилось? Не знаю. Я открыл кассетное отделение. Плёнка не заживала. Головки прокручивались нормально. Никаких повреждений не было видно. Я попробовал включить воспроизведение. Диктофон слабо прожужжал и опять остановился. Значит, батарейки, Серёга, возьму с собой, потом дослушаем. Диана не стала возражать. Конечно, можно было вставить батарейки и с фонарикой дослушать сейчас. Но если и они разрядятся, то в обратную сторону мы будем идти в абсолютной темноте. Очевидно, не самая лучшая идея. Я забросил диктофон в рюкзак. Получен предмет диктофон. Так, а рюкзак у нас вроде бы на... И открывается. Да. В смысле? Только диктофон, она же тут куча всего была. Блять. Ой, смотри. Диана указала на нижнюю полку, где стояла коробка синего цвета. На её передней части была какая-то странная металлическая панель с часами. Пять циферблатов были врезаны прямо в корпус коробки. Что это такое? Пока затрудняюсь сказать. Я присел, чтобы рассмотреть её внимательнее и понял, что часы необычные. На каждом циферблате была лишь одна стрелка. И все они показывали разное время. Под часами было четыре колёсика. Я покрутил одну из них, и стрелки сдвинулись. Хм. Я решил достать коробку, чтобы удобнее всё... Чтобы удобнее было всё рассматривать. Но она оказалась намертво прикреплена к корпусу шкафчика. Чёрт! Это какой-то сейф? Вроде того. Думаю, если знать правильную комбинацию, то эту коробку можно открыть. Может попробовать методом перебора? Уверен, это будет непросто, но я попробую. Такс, посмотрим. А вот это самая долбоёбская загадка, которую я читал в комментариях. Да. 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 Так, кстати, сразу на четверть. Ага. Сука, хуя гадаешь. А это ж бля. Ой, мать-то твою за ногу так хорошо. Два у меня уже на 12 было. Хуй, тебе врало, блядь. Сраный урод. Так. О, у меня уже хотя бы три выровнялись. Блядь, а толку с того? Опять всё по пизде пошло. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Так, хорошо, два выровнили И всё Да уж Так Я не знаю, что я делаю Что-то Хорошо, если так Я не знаю, каким хером это должно сработать По-моему Всё идёт как-то вообще не по плану Чё, кого, куда, блять Нихуя непонятно Блять, это проскакивает Блять, мне вот интересно, как выровнять, если Это с единицы стартует, а это с двойки Это ж типа Ага, то есть это сразу на 15 минут Опа Этот Этот на 10 Тоже на 10 Тоже на 10 А, блин, в принципе, да Оно прокрутило Больше, чем надо О, эти выровнялись Так, хорошо, это заебись У нас уже хотя бы несколько Блядский рот, я нечаянно крутанул назад Да ты, блядь, издеваешься Чтоб ты обсралась Так, хорошо, ну пусть мы эти выравнили Типа, чё дальше Ай-яй Так, хорошо Блин, ну на восьмёрку не выйдет Так Ага, это сразу на 15 минут крутит Блядь Жёб твою-то мать Ну-ка, чё так сложно Так Блядь, вообще непонятно Как эту ёбаную, ёбаную головоломку разгадывать Так Так, у нас хорошо Три часа у нас Три циферблата на шестёрке А чё с этими делами, блядь Ай-яй Они прокручиваются, суки Ах, ёбань-то Это шестёрку проходит Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Бля, ну это вообще не вариант Блядь Блядь Так Ах, ну впизду, я не догоняю Не получается Да, блядь, не получается Знаешь ли Это сложнее, чем я думал Долбоебизм какой-то Чё с ним делать Нихуя непонятным Что это такое Не знаю Но на корпусе есть Куча подписанных регуляторов Настройка антенны Установка частоты Вызов Похоже, это радиостанция И зачем она в бункере Неужели сигнал отсюда Могут Принять на поверхности Не уверен Но возможно Она для внутренней связи Смотри Тут написано Внимание Противник подслушивает Хм Такое писали На аппаратуре военных Неужели Это лаборатория Их рук дело Ой, не нравится мне Всё это Ммм Да уж Здесь лежат Чёрно-белые Снимки леса В смысле А чё А чё я не могу Просчитать То, что тут Мысль, блять Чё, заглючила Одно и то же место Снято несколько раз С разных ракурсов Но на нём Нет ничего Кроме деревьев Чем же этот пейзаж Так приглянулся Фотографу Под столом Лежит какой-то кейс Посмотреть Что в нём Ну да Я потянул Кейс за ручку Чтобы вытянуть Его из-под стола И тут же Закряхтел Почувствовав Его Вес Тяжёлый Ага Надеюсь Там полно Золотых слитков Ага Если бы Кейс Выглядел Почти новым Хоть и изрядно Запылившимся К счастью Никаких хитрых замков На нём не оказалось Лишь простые Защёлки Которые Легко Поддавались Нажатиям пальцев Внутри Лежал Какой-то прибор В футляре Документация И куча Комплектующих К нему Что это Не знаю Давай посмотрим Я Открал футляр И увидел На обратной стороне Крышки Правила Использования И таблицу С заголовком Нормы Заражённости Так-так Приступить к измерениям Начиная с Поддиапазона 200 Для обнаружения Батаизлучений Экран зонда Поставить в положение Ба Чего? Всё ясно Это дозиметр Для измерения Уровня радиации Ой Так здесь Опасно? Диана Стала Заметно Больше Нервничать И беспокойно Потирала Ладони Не думаю Что здесь Есть угроза Радиоактивной Заражённости Эта лаборатория Выглядит Очень странно Навряд ли Тут Производили Что-то Связанное С Ядерной Энергией А ты Уверен? Конечно Нет Конечно Я не специалист Но думаю Что тут Занимались Чем-то Другим И Чем же? А вот Тут Хороший Вопрос Я Сделал Многозначительную Паузу После Чего Паковал Прибор Обратно Закрыл Кейс И задвинул Его Под стол Он Нам точно Не понадобится? Не думаю Да и Выглядит Он Весьма Да и Весит Он Недурно Ну На крайний Случай Мы знаем Где его Теперь Можно Взять Индиана Промолчала Переживать Меньше Она Не стала Но похоже Она доверяет Моим Словам Теперь Осталось Лишь Самому В них Поверить В любом Случа Нельзя Давать Ей Повода Для Паники Так Разные Реактивы Большинство Эти Кеток Сильно Потерты И Трудно Прочитать Что На них Написано Но Кое Что Разобрать Можно Аммоний Бензотриазол Гидрохлоридоксид Полиэтиленгли Полиэтиленгликоль Я В химии Не Разбираюсь И Не Знаю Зачем Все Это Надо Может Диана В Курсе Как Думаешь Зачем Здесь Все Эти Склянки Девушка Покрутила В руках Несколько Пузырьков Я Уже Плохо Помню Школьную Химию Но Некоторые Из Этих Веществ Очень Едкие Лучше Их Не Трогать Понял Так Куча Каких То Измерительных Приборов Я Не Видел Ничего Сложнее Амперметра И Вольтметра На Уроках Физики Поэтому Без Понятия Для Чего Нужны Эти Надписи Возле Регуляторов Не Дают Даже Малейшей Подсказки О Предназначении Приборов Окно На Дверь Нам Пока Рано Опа Это Шо Ух Ты Да Тут Даже Специальная Красная Лампа Есть И Зачем Она Ее Включают При Работе С Фотопленкой А Теперь Понял Интересно Что Здесь Могли Снимать Ну Я Не Видел Других Фотографий Кроме Тех Что Лежат На Этом Столе Вроде Все Внимательно Смотрели Я Дернул Ручку На Дверце Оказалось Закрыто На Замок Тоже Не Открывается А Гам Жаль Очень Интересно Узнать Что Там Похоже Любопытство Ди Разыгралось Ничуть Не Меньше Моего Давай Попробуем Открыть Еще Раз Эту Коробку Блин Правда Я Вообще Нихуя Не допираю Как Оно Должно Работать Короче На Третий Оборот Все Становится На Место Хорошо Хоть Что То Мы Поняли Но Это Не Отменяет Того Факта Что Я В принципе Еще Нихуя Не Понял Фу Блядь Какая Ебаная Коробка Тamed Блин, чтоб авторы руки отсохли Ну или как минимум заболели настолько, чтобы он не мог дрочить И чтоб девушки ему не давали Так Таким образом, три циферблата у меня оказались на На нужном Так Блядь Что за долбоебство Господи, блядь Хорошо, на единички поставим Так Теперь о чем у нас выровнялись Сука Теперь нет Блядь Все, ебись оно в жопу Мне надоело, блядь Да, это догадалось, не получается Все, выходим Пока рано уходить, я недостаточно хорошо осмотрелся Так Понятно Так Че я еще не осмотрел Комод с кучей барахла Бла-бла-бла Ну, в паблике автора написано, что даже если не открывать эту блядскую коробку Все равно можно как-то отсюда выбраться Ну, это, блядь, только написано Колода игральных карт Разложены, как для игров дурака Видимо, местные любили перекинуться в партийку-другую Под колодой лежит козырная карта Дама червей Так, еще рано уходить Бумаги с формулами и таблицами Я в этом не разбираюсь Так, а это что? Это же! Смотри, что я нашел! Карта шахт Ты только глянь на эти лабиринты И условных обозначений куча Ты что-то понимаешь из этого? Я могу разобрать только клеть и генератор А что это такое? Что за НС? Не знаю Ладно, потом разберемся Получен предмет карта шахт А теперь можно войти? Да, уходить Я все равно не догоняюсь Что делать с этой блядской коробкой Да и хуй с ней Ладно, пойдем уже отсюда Ага Уф, какое жуткое место Моя подруга вздохнула с облегчением Могло быть и хуже Например? Ну а как например мы узнаем уже в следующий раз Что ж, на этом на сегодня все Так что всем спасибо за просмотр И всем пока! Вернись ко мне Моя мечта Из уголков Пустой вселенной Верни мне жизнь И согревай Освободи Меня из плена Субтитры создавал DimaTorzok